Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. Начинаем новый влог. Будет много интересного. Покупочки в Вайлберес Озон, Леруа Мерлен заказ и подготовка к Новому году. Красота всякая! В общем, поехали! Начинаю потихоньку заказывать на Вайлберес Озон украшения елки, украшения квартиры. И спасибо, девчонки, подсказали. Лера, спасибо тебе большое, что вместо мишуры сейчас вот такие вот елочки. Очень красиво смотрятся в декоре. И они самые дешевые, действительно, в Леруа Мерлен. 330 рублей, 2,7 длина. Я сейчас все покажу вам. Заказала вот такие бантики, украшает, собственно говоря, эти же елочки. Это как мишура, они длинные, да, с веточками, но только это елочки. И елку украшать саму. Так, что у нас еще здесь? Заказала контейнеры себе на новый стеллаж, коридор. И что-то в шкаф пойдет. Сейчас посмотрю. Очень дешево тоже это все дело в Леруа Мерлен. Два вот таких маленьких, может быть, под помадки, под кисточки. Вот такие два, что-то, по-моему, мне кажется, 30 рублей они там стоили. Вот такой маленький, беленький все. Вот такой прозрачный. Тоже подо что-то шкафчик все сложить, собрать. И вот такой большой уже, как маленький, только большой. Сюда прям влезет много. Можно средства для волос туда поставить и так далее. Так, еще у нас здесь звездочки вот такие. Тоже украшать вот эти вот елочки. Будем все с вами вместе украшать. Все покажу потом. Ну, полный год уже скоро. Вот так венком эта елка свернута. Вот так она выглядит. А, 240 даже, не 270. Я заказала еще подобную на зону. Она, по-моему, 270, но дороже. Посмотрим, будет отличаться или нет. Потому что за 330 рублей, считаю, шикарно. И этот венок нам нужно развернуть. Сейчас попробуем. Буду его весь разворачивать, потому что он слегка сыпется еще рано. Но в целом это вот такая вот, как бы, ветка на проволоке. Проволока зеленого цвета, что хорошо. Разворачивается в длинь веточки. Все с вами потом будем расправлять, чтобы это красиво смотрелось. И в целом это выглядит вот так. Потом мы это все должны развернуть и подумать, куда повесить. Но это мы обязательно придумаем. Пока не знаю, что ставить, если честно. Потому что все вроде расставлено. Для всего места хватило. У меня вот в этом контейнере стоят средства для волос. Все влезли. И расчесочки. Вот в это ведерочко я пока поставила фен и расческу, в которой я укладываюсь. То есть вот так она смотрится. Еще в маленькую, не знаю, что еще поставить. Потому что тоже вроде все расставлено. Карандаши и так далее. Здесь у меня косметичка от Labi Aesthetic. Я решила переложить в нее косметику, которую я пользуюсь практически на ежедневной основе. Вот так она стоит. Парфюм. Сюда поставила кисточки. То есть я их в косметичку не стала класть. Потому что будут пачкать. Каждый день, естественно, кисти не моют. Тут парфюм Шейнин стоит. Пока полка одна пустая. Нижние тоже пустые. Вот поставила тоже один контейнер. Что туда положить, не знаю. Это Крис. У меня тут лазит по шкафам. Что-то из декора. Надо будет что-то придумать. Посмотреть. Может быть, какие-то искусственные цветочки. Зелень какую-то. Можем один горшочек. Можно и в этот контейнер даже подкупить. Посмотреть, чтобы было красиво. Пока вот так. А вот этот контейнер. Он даже можно выше влезет наверх. Но туда надо не прозрачный. И замерить точно. Посмотреть, какая высота залезает. И что-то туда тоже можно сложить. Потом, наверное, я буду туда складывать, может быть, шапки, перчатки и так далее. В такие контейнеры хранить, перестирывать и туда складывать. Не знаю. Туда, в принципе, обувь в коробках влезет тоже. Но надо опять какие-нибудь коробочки беленькие такие. Без всяких там прибамбасов. Так что вот так. Пока потихоньку организовываем хранение. Чтобы было удобно. И чтобы было красиво. Да? Вот в этот горшочек прям просится какая-нибудь зеленушечка. Не знаю, посмотрим. У меня еще коробочки вот такие беленькие. Я прям теперь собираю, не выкидываю. Чтобы в них что-то складывать, да? Косметика пока, в принципе, все разложено. Еще две покупочки с Вайлдерес. Сейчас все с вами откроем. Это зубные пасты Афичина. Очень их люблю. Сейчас расскажу, за что. Я уже много раз вам показывала и продукцию Афичины, и пасты. И вот у меня подходит одна к концу. И взяла себе две еще в запас. Вот эту пробую впервые. Вместе с вами ее сегодня попробуем. Это итальянская косметика. У них есть две линейки уход. Мы с вами тестировали. И очень классный. И очень крутые зубные пасты. Просто обожаю их, потому что органический, перерабатываемая упаковка. И здесь классный состав. Сейчас покажу вам состав. Это у нас с вами мятная, мятоперечная здесь. От них у меня практически весь день свежесть во рту. Несмотря на то, что здесь вот такой вот химозной какой-то мятной отдушки нет. И снижается чувствительность. Вот у меня от них снижается чувствительность эмали. За это им огромное спасибо. Состав вам показываю поближе. Кому интересно, можно нажать на паузу, почитать. Нет СЛС и так далее. Это лимонная. Я не думаю, что у них сильно отличается состав. У меня сейчас тоже в использовании лимонная. И очень нравится, поэтому ее я повторила. Много экстрактов, много витаминчиков. Нет никаких синтетических добавок. И продукты эти все производятся в Италии, что тоже очень круто. Из итальянских ингредиентов. Ни силиконов, ни парабенов, ни пек, ни минеральных масел. Здесь только живые масла. Паста приходит вот так запечатанная. Очень такая интересная, мягкая упаковочка. Перерабатываемая. Это органическая зубная паста. Она имеет сертификат органической косметики Космос. То есть расход у нас менее экономичный. Сделано в Италии. Эстетический вид упаковки. Красивый такой прям. Мы с вами прокалываем другой стороной крышечки. Смотрите, как выглядит мятная паста. Такая гелевая, полупрозрачная, беленькая. И я уже чувствую классный аромат мяты перечной. Слушайте, вообще восхитительный. Вот прям так, как пахнет натуральное масло перечной мяты. Мятный леденец. Ой, здорово. Пойдемте тестировать. Вот она моя такая же лимонная. Тут уже осталось раза на три, на четыре, наверное. И сейчас будем пробовать с вами мятную. Ну, поехали. Так, как неудобно включать одну рукой щетку. Перечная мята. Ой, здорово. Я сейчас дочищу без вас, чтобы вам в кадре не гудеть. Пока по вкусу. Мятная, мятная прям. Вот мятная паста такая, знаете, из детства. Когда еще они не были такими химозными. Натуральные перечные мяты. Аромат и вкус. Класс. Вообще супер. Если вы не любите мяту в зубных пастах, то вот лимон. Есть еще и другие. Кстати, продавец нам любезно предоставил промокод на скидку 10%. Который можно применить на Азоне. Это очень круто. Хорошая скидка. Я обязательно его пропишу в описании. И ссылочку на пасту тоже оставлю в описании. А я пока буду чистить зубки и расскажу вам. Ой, слушайте, круто. Так свежо. Что же я раньше на эту мятную пасту-то внимания не обращала. Здорово. Я теперь буду... У меня любимая вот из всех теперь будет мятная. Мне очень нравится лимонная. Но там совсем нет вот мяты для тех, кто не любит. А вот это вообще. Вот прям... Прям перечные мяты изо рта. И прошло уже минут 10-15. Я обходила тут белье. Пока из машинки развесила туда-сюда. Свежесть сохраняется. То есть это круто. У меня давно не было таких паст, от которых вот так долго во рту сохраняется свежесть. Поэтому вообще зачет. Классная моя любимица Афичина теперь здорово вообще. Так, ну все. Ссылочки вам все там оставлю. Промокод тоже. Постараюсь и здесь прописать. Кстати, мы купили люстру. Заменили ее. Вот висит теперь такая беленькая, красивая. Катюн, включишь? Не, включишь. Ну, включи скорее. Сейчас Ксюшка нам включит, покажет. Ух! Выключай все. Ну, в общем, несмотря на то, что лампочки с холодным светом, все равно какой-то свет получается теплый. Не пойму, за счет плафонов, может быть. Но, тем не менее, нам нравится. Все отлично. Такая простенькая, без наворотов. Не стала брать, потому что дизайн как бы зал, он сам по себе лаконичный. Поэтому люстра тоже сюда такая нужна. Озер постелили, потому что все-таки зимой прохладно. Будем убирать. Уговорила Ксюшку постелить. Будем убирать летом, а зимой пусть лежит. Потому что на нем комфортнее играть. Как бы не холодно. На линоле у меня прохладно. А Крис у нас любит голенькое бегать, с голыми ножками и так далее. Поэтому, да, пока с ковром. Он сейчас хорошо чуть-чуть писывается, подходит под обои. Все нормально. Так, покупочки еще озоны Wildberries. Вот такие салфетки теперь заказываю. 336 рублей, 6, да, 6 упаковочек. Так, что еще интересного к Новому году? Мишура вот такая сиреневая. Куда ее забабахать, придумаем. Много. Только достаточно пушистая, симпатичная. Я на елку мишуру не вешаю, но придумаем. Так, вот такие вот бантики. Это озон. Вот что-то отвалилось уже или это? Это край такой некрасивый. Так, вот такие вот бантики. И это украшать как раз вот эти наши с вами елочки, которые я вам показываю. Еще одна елка пришла с озон. Сейчас тоже все покажу. С третьего раза на Wildberries пришли вот такие вот снежинки. Они, кстати, два раза приходили сломанные. Я перезаказывала все время. Кончики были отломанные. И вот первый раз пришли целенькие. Красивые, красивые такие снежинки. Так, это озоны на сайте. Шарики. Три вот таких шарика. Матовых, сиреневых. Такие вот красивенькие. Очень легкие. Я не знаю даже из чего они. Это легкий пластик. Так, и самое интересное, я заказала вот такую же ровню кукмара. У меня никогда не было посуды кукмара, но я знаю, что очень хорошие отзывы. Была крутая акция на Wildberries 1500 на 4 литра. Я считаю, что это для этой посуды дешево. Вот в таком, правда, цвете, в других цветах была дороже. Если было можно, я бы взяла лучше зелененькую. Ну ладно. Сейчас все покажу, расскажу. 1500, я считаю, это вообще очень дешево. Упаковано было хорошо, но я на Wildberries все открываю, все тщательно проверяю, потому что оплачиваю после покупки. Да, как с мозаикой облажали, скажем так. Для чего это жаровня? Это как и глубокая сковорода, да, типа сотейника. И в то же время в ней можно и варить, и тушить, и жарить. Ну, вообще прикольно. Еще и с крышкой. И 4 литра большой объем. На 4-х человек теперь готовим, да, Крестюша все кушает с нами. Поэтому надо много. Бальзамчик пришел. Это я Ксюшке побаловаться заказала. Сейчас открою, он тоже посмотрит. 47 рублей, девчонки. Типа корейский. Попробовала на мазюкал, очень такой плотненький. Где-то я уже извазюкалась. Очень плотненький такой вазелинчик. Он вроде с каким-то вкусом был заявлен, но я здесь практически ничего не чувствую. Такая легкая-легкая, очень легкая. Фруктовая одушка вкуса никакого не имеет. Хорошенький. Так, ну и, собственно говоря, посуда. Крышечка здесь в пупырке. Вот выглядит крышка. Тут, наверное, пленка надо с ручки сотрать. Бумажечка. И вот он. Огромный она, здоровая. Огромное дно вот такое. Все проверила на пункте выдачи. Посмотрим, как будет служить. Тяжелая. Тяжелая, толстые стенки. Прям тяжелая-тяжелая. У кого есть посуда кукмара, девчонки, напишите, как она к царапинам. Дно, как себя ведет, темнеет, не темнеет и так далее. Мне этот вопрос очень интересен. Вот, вообще, вот так здорово будем готовить. Вот у меня уже на балконе лежит пакетик Сазон еще один. Вот такие вот еще шарики. Почему-то камера вам их делает более розовыми. Они такие больше сиреневые, как предыдущие. Здесь один блестящий. Получается, два блестящих и четыре тоже матовых. Шесть штук. В упаковке такие красивые. По-моему, даже марка, мне кажется. Так, и вот, кстати, этот венок. И на первый взгляд, он абсолютно ничем не отличается от венка Леруа. Не хочу сейчас все это... Ну, не венок, точнее, а... Господи, ну длинная вот эта елочка, да? Ничем не отличается. В свернутом виде такой же. Только на озоне самой дешевой 490 рублей. Леруа 300 рублей. Так, еще вот такая мишура пришла со зона беленькая. И, как сказать, цвет. В общем, она переливается разными цветами. И вот такая еще одна сиреневая тоже. В общем, я году практически готова. А, все снежинки. Вот такие тоже для украшения вот этих вот елочек как раз-таки. Они без веревочек, без всего. Я помню, в прошлом году на выступление Ксюшке пришивала вот такие снежиночки. Вот и 30 штук их тут целых. Ну, пригодятся. Украшать будем. Можно, мне кажется, при желании на окно прилепить. Они как бука, скажем. Пришли еще шары с озона. Такие вот красивые. Но больше всего поразили девчонки вот эти. Это 4 шара ручной работы. Они вообще адекватные на самом деле. Они разного размера. И поразило отношение продавца к покупателю. Это просто что-то. Я так понимаю, такие шары вообще можно сделать самим. То есть наматываем на какой-то шар. Клей, наверное, повазить. То есть здесь нитки, ничего внутри нет. Нитки, они такие вот упругие. Нам такие шары пока крис маленькая, не бьющиеся. Вообще самое оно. Вот так тут приклеена вот эта штучка с веревочкой. Поразила упаковка. Эти 4 шара я специально не выкидывала в коробку, чтобы вам показать. Потому что я с таким отношением продавца к покупателям на Marketplace сталкиваюсь впервые. На самом деле. Вот они 4. И да, они немножко, кстати, отличаются по цвету. Вот этот он чуть-чуть малиновый, что ли, такой, какой-то разных размеров. Вот везде приклеена эта штучка. Красивая причем. Я так понимаю, это кто-то вот делает сам, пробился на Marketplace, как бы и торгует. А в этом шарике мишура. Блестяшки. Просто, чтобы он так вот в свете переливался. Красиво, здорово, аккуратно. Все было упаковано и положили подарки. Просто вот вообще супер. Сейчас все покажу. Я вам снимала, Крис уже добралась до коробки. Представляете? Так, здесь у нас вот такая коробочка и в ней вот такой вот мягкий-мягкий пух. То есть здесь лежали шарики и они были еще упакованы в коробочки, чтобы ничего с ними не случилось. Представляете, вот какие молодцы. Как упаковывают. Подарки, которые Ксюшка уже тоже вскрыла, смотрю, начала разукрашивать. Причем-то середевый цвет. Несколько раскрасок. Вот так файлики лежали. И на каждой раскрасочке сзади стишок новогодний. Представляете? Там их много. Стишок новогодний и раскраска. Представляете, распечатали, положили их тут. Пожелания. Вот отношения продавцов, да, радуют нереально вообще. Бывает же такое, смотрите, как здорово. Вот мелочь, а приятно. Как бы я могу такие раскраски сама распечатать. У кого нет принтера, вот деткам, да, вот так. Вообще прекрасно. Поэтому я прям, я так удивилась вчера, когда открыла коробку. Думаю, ну ничего себе. Есть же, да, радует. За каждого покупателя стоят, как бы, стеной, да. Хотят, чтобы покупатели именно к ним вернулись. Какие молодцы. Так приятно. Ну и на этом все, мои хорошие. Буду влог заканчивать. Еще впереди интересные покупки. Сейчас очень много почему-то заказываем на Валабельс и Азон. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok